всем привет друзья с вами ему на сегодня покажу очень жаркий матч россия против англии или великобритании называть как хотите но эта страна очень жесткая там два действующих игрока команды tribe и сами понимаете они чуть не прошли в гранд-финал это очень жесткие типы и там есть к тому же киси из код мэджика очень жесткий состав там есть драф а мы мы простые ребята вчетвером но и еще роб с которым я не особо хочу играть и вы поймете почему это происходит в принципе не хочу в чем-то его обвинить но этот челик явно уперты уперты как баран и вообще никогда не будет слушать всегда будет стоять на своем и поэтому с таким коммуникацию налаживать крайне тяжело при всем уважении роб ты как человек хороший но как игрок ты люто упертый чел и давайте я вам покажу эти каточки сделайте сами свое мнение но я думаю что они вам по-любому понравится не слушайте меня там не слушайте какую-то другую сторону просто послушайте свое сердце посмотрите эти катки и сами напишите что вы думаете так что начнем мы с того что формат очень сложный я с робом не особо часто играю но иногда когда приходится когда мои тиммейты bbgs и джейсон очень просят я в принципе ну кота но и не суть в том что я там его не люблю я сказал как человек я к нему нормально тошусь а как игрок я с ним не особо хочу иметь дел и здесь он как капитан команды при всем моем уважении да он капитан он там весь этот движ намутил они там затащили италию и португалию но прикол в том что в этой группе самое жесткое встретил нас англия и выходит только одна команда то есть нет такого что топ-1 топ-2 выйдут дальше пойдут финал выходит только одна команда и сейчас вы увидите этот решающий матч так что погнали почему я говорю что он упертый люто перед началом минут десять мы но не мы джейсон просил выйти и дать сыграть потому что мы хотели начать матч именно с этого состава который сейчас часто тренируемся у роба же своя команда там где линайн кто-то еще там не помню а у нас своя ну и как бы мы хотели начать немного с этого чтобы плотненько подавить а потом уже если что там я думал может выйду дам ему поиграть либо что-то еще но он уперся стоял на своем скал я буду играть и давайте посмотрим как эта игра пойдет получается мы играем немного разными сторонами дрейдж уже тратит свой гаджет чтобы не погибнуть драф тут хорошо прошел под пм но пм сидит под хилкой ббгс его закоцал у драва нету хп он затягивает ульту теряет и пм не убивает при этом я пытаюсь сломать хилочку пока я ломал пм уже накопил на новую как-то с угла там эти карточки очень плохо залетали мы начинаем меняться у стоп роба есть ульта с пнлс тут под хилочкой сидит начинает 5 назад потому что джин на него уходит но как видите роб в какие-то момент останавливаются самое прикольное это то что у него сейчас в эти катках лагает мы его просили дать сыграть смотрите хороший обход несмотря на то что вот здесь я ульту конечно потратил и роб тоже не затянул несмотря на то что дров подсветил где я находился дрейдж все равно был вынужден потратить гаджет я ему дал две три плотные тыки и правда вот единственный нюанс что у меня ульты не было и сейчас я перебиваю дрова вытянулись пнлс стоп роб его добивает и при этом уже осталось два гемаса осталось два гемаса чтобы нас затащить у тары есть ульта у меня по моему нету не гаджетов не ульты все в общем печально вот здесь хорошая была бы затяжка но роб почему-то не вытянул если бы он вытянул пм в принципе я мог бы накопить на ульту и вот такого момента как сейчас бы не стало я пытался отойти но меня все равно цепанула здесь пошла еще одна затяжка пм но пм была и так рядом в принципе у нее геймов не так много поэтому она спокойно рашет а ббгс там остается один но в принципе здесь ты уже ничего не сделаешь и как видите с пнлс не может не взять и просто не потанцевать а 20 чем-то лет челику и страдает такой фигня но в принципе если в катках с этого может подгорать то глядя на это как в целом ну то есть в катках ты на эмоциях супер заряженный так далее и там где-то обидные моменты ты можешь проиграть это может подгореть она в целом в целом это клоунатская тема то есть вот в обычный момент я сейчас сижу и как бы вообще в целом пофиг так что так что погнали к следующей катке мы сейчас проиграем гема 10 если вы такие думаете блин у роба лагала значит сейчас джейсон зайдет не тут-то было роб так и не отдал это место сказал давайте еще одно сыграю если будет лагать вроде сейчас не лагает если будет лагать то я выйду ну и давайте посмотрим эти игры а получается у нас тут пайпер взяли пайпер и это такой необычный пик хотя если он сторону сломать я там вообще потом не постою но в принципе то же самое будет потом и когда пм может туда прийти если он разломает эту сторону мы забираем контроль код начинает рашить тару сразу вытягивают роба забирая три гема я в ответ выхожу даю им плотную тычку но при этом меня вытягивает там еще ульта пошла в общем такой обидный момент сейчас джин лютый имба 3 тыки и снова ульта это пипец просто у роба есть ульта и давайте посмотрим как пойдет дальше игра у нас снова возвращается небольшой контроль роба чуть не вытянули успел отойти дрейдж не попал меня теперь расстреливают через гаджет по кд вместе джином не дают хилиться и мы принимаем решение что нужно срочно меняться стоп роба добивает пайпер вот здесь я гемасики в принципе не стал трогать и пм переходит на левый фланг а тарас ультой я подсвечиваю код добивает дрейджа дрейдж тут упал все гем потерял драфт тут контролирует ультой охраняет вот здесь такой вот момент посмотрите роб просто подошел чтобы оттолкнуть чертика у меня опять в эти моменты не было ульты потому что драф его накапливал раньше за счет пм но я там близок этой теме был сейчас я в принципе тут выхожу но это уже ничего не решает рок просто подошел чтобы оттолкнуть чертика и благодаря тому что он подошел оттолкнул чертика посмотрите что делать смотрите как крутится как радость благодаря этому его затянули и все гемы мы потеряли это это поражение в гемах и джейсон люто бомбил на самом деле обидно моменты я не понимаю почему роб такой упертый почему он так делает роб напиши в комментарии я думаю всем будет интересно прочитать возможно ты скажешь что джейсон начинает бомбить и тебя там обижать оскорблять но ты же сам до этого доводишь когда мы тебя нормально просили дать сыграть ты нифига этого не делал в итоге гемы мы потеряли теперь мы летим по сету 0-1 и еще два сета потерять и все наша команда россия отлетает погнали следующий сет чекать и посмотрите какой нарисовывается состав том киси из пенелси супер жесткий пик но возвращается джейсон наконец-таки роб дал место и там по банам очень блин очень противная карта очень противные баны там банов 4 общий на матч и получается здесь очень много персов отсутствует которые вообще в целом нормально заходят и посмотрите мы играем на не макс и дэрил против вальта давайте посмотрим как пойдут эти каточки а джейсон выжидает кстати хороший уголок для дэрила можно прятаться меня перебиваясь пенелси но в ответ я вы тоже убиваете си накидывает по бпгс у джейсон залетает убивает тома но в ответ киси его тоже добивает теперь мне дали скорость и кота заменяет сторону мы теперь немного разменялись там вольт накопил на третью сразу он не стал тратить ульту и вот здесь пошла моя ракетка я а я хотел залетать но в принципе подумал что килл сделать будет тоже неплохо поэтому мы займем контроль и сейчас немного накидываем по сейфу всего лишь три процента попали дается скорость под на ней и под макс я накидываю хорошую тычку попадая по спину немного покатал сейф и бпгс перебивает киси хорош джейсон выжидает хорошего момента том подрубает ульту у него максимальная уже фаза здесь ломается стеночка чтобы джейсон там не сидел дается скорость и вот он хороший момент джейсон залетает начинаем накидывать я даю две плотные тычки и уже дамага 68 процентов осталось неплохой дамаг мне тут прилетает тычка от тома я накапливаю на ульту и вижу что летит в ответочку и конечно же я пролетаю чтобы меня не убили разменялись мы с киси при этом том снова там прыгать все гаджеты тратит и у него здесь осталось 200 хп и кот его не смог добить при этом спин лси здесь выживает хотя кот достал все-таки до тома но в ответ умирает от киси на в любом случае это отлично была работа потому что теперь вольт снова будет копить по новой попадами ли тычки спин лси отходит потому что люто коциной накидываю потом у джейсона есть ульта но нужен хороший заход при этом осталось 30 секунд и мы по дамагу ведем я взял щитик чисто залетать а киси здесь тратит гаджет на то чтобы остановить мою ульту у тома снова третья фаза спин лси накидывает нас начинает поджимать мы пытаемся дф всеми силами 73 процента при этом дамаг очень близкий очень жесткий дамаг смотрите заходят все втроем я тут никому в принципе попасть особо не могу здесь уже выходит код мы добиваем всех и блин тут бы сплит экран джейсон таппл просто как у гориллы в последнюю секунду он это делает и мы забираем каточку спин лси уже не довесели уже не покручься отправляют плачущие смайлики но в принципе эти развлечения не важны давайте посмотрим а следующую каточку в сейфе пацаны берут контру против нас против дэрила берут к лет и на ней великий могучий окей киси играет на на ним том взял макс и давайте посмотрим как пойдут игру ли по киси люто накидал осталось 193 хп вот немного коцаны и но его можно прикрыть так как они тоже отступили в принципе спокойно подхилится джейсон тут выживает кое-как с двух сторон накидывает у меня сразу есть ульта я запускаю на киси добивает джейсон залетает кот убивает колет и джейсон тут спокойно дает полный дамаг на 35 процентов но его сразу под щитами рашет от эти уже не получится тем временем здесь летит ответная голова и он немного не попал решил залететь и по-моему он даже да он накопил на ульту но при этом чуть на фидел ульту джейсону кот тем временем очень круто накидал пока лет и при этом еще выживал от стома теперь мы добиваем тома теперь тут есть еще одна голова на меня добивает в принципе это неплохо потому что колец здесь соло ничего не сделать тем временем когда я убиваю кого-то с головы джейсон залетает и там сносится блин как видите по 35 процентов убивая киси джейсон залетает вторую тычку да и тома 2 2 удары и 2 2 смерти окей спинался и плачет здесь залетаю немного облажался я думал залетать стоит или нет в любом случае мы по дамагу сильно ведем поэтому не стал обостревать хотя сами понимаете одна ошибка и здесь все без без хп останется джейсон залетает на колет колет его убивает кот в ответ ее добивает остается том и киси запускает торпедку давайте посмотрим как он ее заюзал но она пошла не особо джейсон с щитом отлично встретил такой же был и с макс самое главное у меня получился вернуться джейсон залетает том отлетает дает скорость и сразу в ответочку они начинают наступать при этом они нам тоже немного дамага сделали я пытаюсь накопить на ульту и смотрите какой сейчас бомбовый момент будет просто пипец мы все держимся из последних сил очень сфокусированы код пытается всеми силами не умереть мы добиваем тома джейсона в ответ голову убивает спинался тут залетел ультой но не попал но меня гаджетом он добил и при этом они переходят наступление код тут живет по максимуму на самом деле если бы я увернулся может быть было бы куда все круче и сейчас на снова поджимают начинает накидывать джейсон чуток ульту не попадал спину си залетает ульту 5к сносит и мы здесь пролетаем с котом и даем в ответ 10 10 процентов чуть больше даже потому что мы проигрывали где-то 55-65 и все-таки мы это сравняли очень жестко конечно к лет можно копить на ульту и снести сразу 5к сейфу залетев туда и вернувшись обратно но все-таки это катка была очень эпичная единственное о чем я жалею что не было времени там отправить смайликов или покрутиться но вообще в целом пофиг мы забираем сейф и в итоге очень жестко очень жестко слив гемы мы теперь идем 1 1 хотя если бы плотно разыгрались может гемы забрали бы тогда бы было уже 20 было бы куда круче куда легче заряд и настроек был бы другой но все таки погнали посмотрим что будет дальше отправляемся в футбол и в футболе тоже было много банов 4 бана много убрали персов которые в принципе нам постоянно заходят и давайте посмотрим как вы все эти игры пойдут у них на ним pm и спайк накидываю по пэм джейсон там тоже накидывает убивает киси код тут выживает держится против двоих тоже очень очень тяжелый пик постоянно будет залетать мили тычки это прям очень такой плотный у нас а пик под минки накопить на минки и сейчас по нлс добивает код тут уворачиваясь от спайка накидывает по вражеской pm сносим ее начинаем немного поддавливать ставится хилочка пошел контроль здесь летит ульта код немного он не захилился так бы не умер да но там буквально 300 хп по-моему не хватило подрывается pm добиваем ее с джейсоном пошел дальше контроль спайк конечно мили тычками люто закидывает хилиться просто по кд не дают как только он накопит на ульту он сразу сразу ее юзает и вот здесь очень обидный момент киси не застанело так бы это был бы гол обидно очень обидно и сейчас вы смотрите хороший размен но блин если бы не ульта возможно был бы уже гол но сейчас заходит гол очень круто обстангу bbg забивает это было такая очень напряженочка давайте посмотрим как пойдет дальше меня закидывают колючками постоянно не дают хилиться пошла голова и я тут остаюсь один раскидали всех спайк накидывает вот здесь я пытался словить но у меня не получилось пролетела сквозь тома надо было еще выше подниматься но времени не было там либо либо ворота дфишь либо туда проходишь в общем тяжелая ситуация была спайк закидывает пкд колючками попадает постоянно хилиться не дает просто тапает ну как тапает он закидывает ее пкд и вообще никак не отхилиться тем временем а ббгс без скилки задавили здесь летит торпедка она попадает по мне здесь он попадает по джейсону и накопил на ульту закинул ульту под меня и здесь все сейчас плохо все плохо у кота нету зарядов и он не может скинуть мяч в общем очень жесткий момент сразу отправляет плача и смайлики как же без них в общем продавили нас по пику по пику явно не пошло и сейчас будем пытаться камбэчить футболе потому что ну как бы еще один режим отдавать это уже будет очень опасно берем на не у них брок и сейчас сходу будет мой косяк смотрите начинается размен я смотрю что по джейсон начинает накидывать и я вот здесь пропустил очень две жесткие тычки при этом джейсон тоже коцаны брок по нему накидывает и этот гол привез именно я с пнлс здесь круто отыграл получается еще об стеночку дал мяч добил джейсона ну блин давно конечно на на ней не играл я вот футбол чего-чего здесь он ульта не попадает но при этом мы уже начинаем немного проигрывать но самое самое смешное знаете что это то что вот так вот постоянно смайлики отправляет но при этом они будут люто плакаться если потом а в какой-то плохой момент например вот они не отобрались на гранд-финал они будут люто плакаться как так вот magic так себя ведет и так далее вот здесь тоже плохой момент был а я наверное мог бы перелететь и тогда бы не погиб здесь пошел контроль и давайте посмотрим как пойдет игра дальше то есть вот эти постоянные смайлики а потом плакаться блин нас настроили булили ли что-то еще кисти здесь очень круто лоит мяч можно было передать джейсону и возможно мы смогли бы забить но в любом случае я думаю что есть одна ошибка над которой мы будем работать в футболе мы ее точно поняли это то что нужно держать до последнего не нужно фокусироваться как в глобале чисто на голе нужно всю команду разбирать то есть разбирать абсолютно всех и после этого спокойненько забивать вот эта ключевая ошибка не считая ошибки той что сотворил я вначале сильно зарашил переживаем ну как это это лютый косяк был потому что я видел чтобы он начинает разбивать и я решил что тоже пора выйти и как-то помочь типа давайте посмотрим что пойдет дальше осталось 50 секунд при этом мы проигрываем здесь по нлс и выходит по джейсону давал тычки и смотрите ребят какой момент будет и вот здесь блин ты тоже опять вот эта фигня опять спешим за голом спокойно раскидать бы всех но это очень обидный момент а самом деле на самом деле можно сказать что это наши ошибки они их заслуги которые нужно убирать сразу ребята отправляясь маленький вот здесь хорошая торпедка зашла под двоих но к сожалению к сожалению остается уже 20 секунд том скидывает мяч отлетает лишь бы подальше посмотрим 15 секунд остается ульта от брока ульта от на не хорошие моменты были очень в этой катке но я думаю что слишком много было ошибок с нашей стороны в любом случае команда команда англии такие ошибки прощать не будет отправлять смайлики веселятся радуются и у нас получается уже счет 21 в пользу англии если сливаем еще один сет то все будет до свидания ггшка так что давайте посмотрим этот сет и это excel царь горы очень такая своеобразная карта и у них справа у нас у нас единственный нюанс наверное меняется это было против вольта а в остальном мы все похожи они забирают звезду здесь накидывает по справа тут на самом деле вольт тут тоже под вопросом ну как бы ему расфармиться дать не знаю наверное стоит играть очень агрессивную игру здесь дрейдж попадает по джейсу и джессинг сожалению погибает на огоньке в любом случае все впереди 0 3 пока ведем в обратную сторону вот здесь был хороший момент но я понимал что залетая он тоже сразу летит поэтому сильно раши тоже не мог а там постоянно этот справа закидывал хотя возможно стоило бы рестать может быть я погиб бы но хотя бы накопил на скорость потому что сейчас на данный момент не очень тяжело передвигаться вообще ничего не сделаешь отсиживаемся выжидаем хорошего момента и вот здесь я не понял как очень 2 тычка прилетела одна одна стрела попала вторая в стенку врезалась и попала по мне джессинг накапливает на ульту все пацаны ушли в плотный дэв коту здесь прилетает рикошетом джессинг тут рубится с дрейджем но там киси сразу помогает я тут пытаюсь двух сторон выжать и почему меня сейчас оттолкнуло после того как ульта уже давно была поставлена я вообще не понял и меня тоже добивает тычка здесь пошел размен мы начинаем немного поджимать джессинг тоже киси добивает есть вариант добить справа то и можно заточить эту катку но самое главное это бы еще сделать киси потратил свою ульту у меня теперь есть уже скорость есть еще и гаджет можно хорошо залететь дрейдж отлетает последний момент это была бы хорошая тычка но сожалению не зашло пошла ульта дрейджа добивает и последний момент нам не хватает одной звездочки ко всему джейсон сильно заходя ну потому что других вариантов нет и еще успел добить на последней секунде ибо то есть в итоге даже добив справа то мы все равно не смогли бы заточить но катка в любом случае напряженная вот это карта она не такая где ты любишь там рубишься по кд и так далее здесь ты будешь отсиживаться до последнего даже если тебя подожмут на базе погнали погнали дальше пошли перемены бо меняют и убирают ставит карла а мы берем мистера пи мистер пи брок и справа ну и давайте посмотрим как эти игрульки пойдут справа на справа то это вообще бесконечная война это чисток бать на гаджет дрейдж улетает киси начинает люто рашить мы его добиваем слишком далеко он зашел по джейсон накидывает джейсон вынужден скушать еще один кустик дрейдж опять улетает звучит аракан конечно но но тут а драв слишком далеко зашел сразу раскрываем карту ведем 4-1 неплохой счет для нас осталось его до держать а дефать немного карл рашет кота ббгс а у нас есть станция в принципе они начинают сразу меняться потому что но понимаю что брок на брока в принципе ничего не тут не получится и опять 38 хп улетает кот по нему не достал у него нет уже трех гаджетов я по моему еще даже ни одного не успел потратить вот первый мой гаджет который я потратил киси начинает сильно рашит наводит суету чтобы вот как раз таки допустить ошибку в этом моменте и смотрите справа начинает меня закидывать я пытаюсь кое-как уворачиваться вот здесь обидный момент и карл попал и справа возможно возможно я тоже закосячил возможно стоило улетать но я думаю что улетая мне бы тоже могло прилететь поэтому пытался на месте отхилиться но в общем с трех сторон раскидывали и сейчас остается остается 14 секунд мы начинаем подавливать теперь они уже уходят плотный деф я думаю тут хороший нюанс был с карлом потому что у него много хп он может немного зарашить остается 5 секунд и это ничейный счет тут уже принципе никто не полезет у киси 2к но он отойдет отойдет и ничья очень обидно ничья возможно стоило попытаться рисковать и улетать в том последнем моменте но но не зашло в итоге ничья никому не засчитываются благо в этом формате нет тот кто первую звезду забирает и далее тут все чисто на переигровочку и они сразу меняются смотрите брок идет на мистера пик карл начинает давить меня там кота начинает подавливать с двух сторон и к сожалению оба на лоу даже 3 там люток оценный был смотрите опять улетает опять улетает и в итоге не добиваем так бы возможно было бы уже ничейная щеточка но он супер сухо он гаджет по моему вот просто держит пальцем там постоянно просто на заготовке число очень круто накидываю по драву но драв сразу захилился мы меняемся накидываю по дрейджу он сразу улетает дабы не рисковать по мне там еще прилетала от спраута грубо говоря с двух сторон сразу карл тут залетает на ульте убивать джейсона но ему тут пройти негде и по пошла ульта не знаю откуда она снова у него взялась 35 все очень близко все очень плотно до сих пор ничего пока еще не решено остается 40 секунд надо поддавливать дрейдж просто отстреливается то есть он не лезет в рубку он не будет стреляться он просто накидывает и пытается отойти сразу попадая по дрейджу он в ответ тоже по мне попадает в ответ там код накидывает по карлу карл тоже никуда не лезет остается 20 секунд переставляется станция по мне сразу выходит встречая справа пошла ульта дрейджа даю тычку ему он коцаны по мне накидывает с трех сторон и в принципе там уже никак не продавить в такие моменты в такие моменты конечно все это обидно выходит но в любом случае я был рад вчерашним играм потому что у нас все только начинается и мы начинаем разыгрываться особенно конечно плохой был старт с робом когда он тупо уперся и не хотел даже после одного поражения в гемах мы могли поменяться но он говорит мол не лагает давайте я сыграю и так далее в общем начало было так себе потом люто разорвали в сейфе очень близкие были катки в футболе и баунти и это против против топ-2 предыдущего года это очень сильный состав там киси трэйдж дрэйдж тоже очень лютый чел а там драф есть том и спинал си очень жесткие типы и при этом мы им вчера дали очень жесткий бой но мы еще вернемся сильнее в этом турнире мы уже отлетели но там намечается какой-то большой турнир на 5k то ли баксов то ли евро и он будет разделен на локалки на и европа то есть по 2 500 так что ребята ждите новостей будет скоро очень жарко но и с вами была команда russian elite с вами была россия так что и конечно же мм так что будем на этом подводить итоги эти катки были крутые а что думаете вы напишите сами в общем всем удачи ребята и всем пока